Пані та панове, у червоному кути боець из міста Одеса, він представляє клуб «Воїн» из Одесы, Эдуард Савченко! Слушай, сейчас была реально битва взглядов, ты пропустил. Наблюдай за шаблеем и за... Майлуб Ярос, из Днепра, Михайло Шустрый Шабли! Ребята просто не отрывали взгляд друг от друга, смотрели нагло. Я просто в шоке. Это, конечно, было напряженно. Сейчас посмотрим, что они покажут во время поединка. Но я тебе скажу, что это расстояние будет очень серьезное. Да. Оба уже такие достаточно зрелые бойцы, это не любители, это профессионалы. Но Эдик, конечно, очень спокоен, прям очень, вообще не подает никакого вида. Итак, финал группы «Б». Вот мы видим, да, форсирует, по чуть-чуть шустрый. Дергает, дергает. Я тебе скажу, что очень неплохо он защищается от проходов, вообще от борьбы очень неплохо защищается шустрый. С его манерой ударной техники. Ой-ой-ой-ой, шустрый. Вот его падание. Хорошо. Это очень хороший бонус, если работать так в стойке, не давать себя переводить, то, слушай, очень тяжело найти ключ к победе над таким бойцом. Тем более ты знаешь, как его соперники боятся наткнуться. На его встречку. Вот тебе первая попытка перевода. И уже Эдик не выглядит таким спокойным. Уже Эдик выглядит немножко растерянным, потому что его гейплан не работает. Мне кажется, Эдик в любой ситуации будет спокойным. Нет, он уже немножко растерянный, потому что он понимает, что по дистанции, по передвижениям, стойки ему сложно очень, а переводы не удаются. Все равно идет, идет, идет. Немножко ошибился, только что, конечно, Шабли, вместо того, чтобы дальше защищаться от прохода, он начал бить. Он хотел, наверное, словить момент, но Эдик все делает правильно сейчас. Но вспомним, как Шустрый защищался в своем первом поединке. И вот опять он не дает себя перевести. Да. Не отцепляется от него. Слушай, вот попытка удушающего сейчас будет от Миши. Слушай. Не пытается. Очень интересная ситуация. Душить, потому что могут закиснуть руки, и после этого будет сложно в стойке. Замедленно он подняться. Слушай, ну Эдик не вообще просто держит мёртв, сцепился намертво. Слушай, и вот поднимал судья, другой конечно судья был, но поднимал он из позиции сайд-контроля через 15 секунд бездействия. Тут уже минута бездействия возит сетки, и всё равно не поднимают. Это сколько по-разному видят ситуации наши судьи. Ну всё совершенно индивидуально. Я считаю, что тут уже нужно поднимать, потому что нет вообще ни одного удара, ни одного падания. Знаешь, шустрому на руку было бы, если поднимали в стойку? Ну я считаю, что в таком бездействии должны поднимать, должны расцеплять бойцов. Потому что... Эдик очень уверен. Да, конечно, нужно было бы насоединить бойцов. Уже судья призывает работать активней. Будет ли перевод? Смотри, как хорошо защищается шабли. Минута до конца раунда. Да, мне непонятно, почему судья не вмешивается в эту ситуацию, если честно. Одно дело, если бы был контроль с постоянным попаданием и активностью. А тут нету никакой активности и нет попаданий. Миша! 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 Слышим, как поддерживают Мишу. Много ребят приехали на его поединок, на поддержку. Миша! 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 Ну и вот, Макс, конец раунда. Кому отдавать его? Были попадания от шаблия. Контроль возле сетки он тоже дает. Он вообще пассивный, прям вообще без ничего. Забирает, мне кажется, концовку шаблей. Взрывается. Опять! Перший раунд позаду. Но уже рисковать, я думаю, нет смысла. Ваши областей! Перший раунд позаду. Я нагадываюсь, что этот поединок проходит по схеме два раунда по пять минут. Два раунда по пять минут, один раунд уже прошел. И из-за того, что судья не вмешивался, мы вообще ничего не увидели, на самом деле. А сейчас посмотри на Эдика и посмотри на Мишу. И что ты хочешь сказать? Эдик спокоен. А ты говорил, он занервничал, занервничал. Он был растерян на самом деле, да. Смотри, какие попадания Шустрого. Да, Шустрый очень хорошо здесь работал. Эдик, так конкретно, знаешь, этот раунд засушил. Но если в прошлом поединке он наносил постоянно какие-то удары и проявлял активность, то здесь в этом раунде ничем. Ну тут еще грамотно Миша защищается. Ничего вообще не сделает, да. Второй раунд. Шустрый против Эдуарда. Ух, встретил отлично Шустрый, еще поризывает так. Пока призывает его, говорит, давай, говорит. Шустрый, конечно, сумасшедший просто. Играет, да. Да, 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 хорошо. Парировал даже, сказал бы, этот проход. Миша. Сейчас будет Шустрый заряжаться. Да, но ты знаешь, под этот заряд Эдик может хорошо зайти. А если снизу? Убедил. Вот как ты и сказал. Даже на секунду показалось, что бойцы столкнулись головами. Да, все правильно, Миша встретил бомб, этот проход. Откровенно сильно прыгает вперед Эдик. Ну, потому что по дистанции, по передвижениям, к стойке ему очень сложно. Потому что Шабли действительно шустрый. Действительно, очень много двигается. Ух, опасно было. Какое попадание было. Знаешь, в таких выпадах Эдик тоже умудряются попадать. Ну, я лично слышал звук только от попадания Шаблина. Две минуты позади. Практически каждый эпизод, каждую встречу Миша забирает. Либо парирует, либо... Бесплатно. Слушай, ну, его задача сейчас, мало того, чтобы выиграть раунд, еще и убедить судей отдать ему победу во втором итоге двух раундов. Так как, по-моему, раунд здесь не предусмотрен. Если не ошибаюсь, предусмотрен, но... Либо то в Аматрах не предусмотрен, да? Нет, в Аматрах не предусмотрен, да, профи как предусмотрен. Ну, и вот, все-таки, Миша добрался до своей позиции. Он поджимает возле клетки и посмотрим, получится ли у него реализовать, перевести в этом раунде, потому что в прошлом... Эдик, прошу прощения. Потому что в прошлом раунде у него не получалось этого сделать. Стоит отметить, насколько Миша шустрый. Рамота защищается. Да, шустрый. В ближней дистанции он просто взрывается, знаешь, этими боковыми. Слушай, ну вот мое мнение, даже если так вот раунд закончится, да, вот в такой вот манере, как и прошлый, то я считаю, что нужно давать победу Миша за попадание, но в этом раунде как минимум. Попадание больше. Да, переводит Эдуард. Миша там пытается, но безуспешно, конечно, с попыткой гильотины. Миша там пытается, но безуспешно, с попыткой гильотины. Как ты и говорил, вот с этой позиции, когда он переводит, Эдик уже начинает постепенно наносить удары монотонно. Ну, я тебе скажу, в отличие от прошлого соперника, от Токаревского, Миша меньше дает мутабору. Миша, в принципе, вяжет очень хорошо. Интересно, вдруг ли экстра даун? 10 секунд до конца и надо просто рисковать. Ох, попадание какое от Миши левым боковым. Зацепил. Отличный поединок. Слушай, ну непонятно, кто победил на самом деле, непонятно. Алена так вскликнула, что она уверена, что победила в этом поединке Миша. Посмотрим, может быть, будет экстра даун. Ну, на самом деле, можно понять, что победила в этом поединке Миша. Аплодисменты. 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 Ну, на самом деле, можно понять. Оба бойцы сейчас, я думаю, считаю, что они победили. Ну, что ж, пане Дабанове. Посмотрим, что скажут там в суде. С первого решениям судей перемогу у цьому поединку здобувает... Михаил Шустрый Шабли. Шабли победа. Михаил победил. Если бы вы видели, как прыгает на Лёна Росохиной, вот ее показали. Миша, поздравляю. Просто сумасшествие. И ты действительно не зря называешься Шустрым. Можешь ли ты оценить, пожалуйста, этот поединок и этого соперника? Давай немного повернемся на камеру, оценить своего соперника. Был тяжелый поединок. Соперник остырный был. Хотел постоянно перевести борьбу. Ну, что-то ему не хватило, что-то у меня больше, что-то у него. Ну, решение такое, приняли судьи. Я смотрю, приехали за тебя также люди поболеть. Да, приехали за меня люди поболеть. Хочу передать привет Тохе Пуле, Андрюхе Кабану, всем пацанам Днепровским, всем Днепровской братве. Непортополь! Сказать всем спасибо, кто болеет за меня. Сказать спасибо моим тренерам, Алене Ростохиной, Алексею Федонову, всей моей команде, Михаилу Николаевичу, которые помогли мне выйти на такой уровень. Спасибо всем, кто в меня верит и всем, кто рядом со мной. Еще один вопрос. Тебя в финале будет ждать горшечник Александр. Что можешь сказать по поводу этого соперника? Ничего не хочу говорить, как сказал ранее. Выйдем и посмотрим. Моя цель – это ему отомстить за Александра Федонова, моего одноклубника. Будем жестко, будем более серьезнее, более отчетливее все делать и будем готовиться более серьезнее на него. Миша, ты красавчик! Поздравляю тебя! Михаил Шустрый Шабли, клуб Ярость! Днепр, Днепр. Днепр, днепр! Днепр изменять! СМИ-ОЛИЧЕМПИОСЫ